Хей! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Неркин, меня в принципе не видно, потому что я в наблюдательском режиме в Майнкрафте. Видно только моя голова, мои головы тащи, и сегодня я вам кое-что покажу. Я покажу вам, как можно поиграться с генератором мира в Майнкрафте. Вы, наверное, этого не видели, но это вообще не потребует никаких любых команд, командных блоков, модов и тому подобное. Это всё делается в Майнкрафте, и для этого не нужны какие-то способности. Только посмотрите этот ролик и поставить этому ролику лайк, потому что я очень сильно старался именно для вас. Ну что же, начинаем, погнали! Боум! Ну что же, как видите, у меня здесь есть самый шикарнейший мир, который я только что создал. Это вообще шикарно, потому что это горы, это массивные горы, которые я создал. И в принципе вы можете создать что-то подобное или даже круче, потому что вы только посмотрите, насколько это красиво. Во-первых, с шейдерами это очень сильно красиво. Это очень сильно красиво. Это вообще просто невыносимо, как красиво. О боже! Вы это когда-нибудь видели? Вот когда-нибудь генератор материи, говорю, генератор материи, генератор миров в Майнкрафте когда-нибудь создавал для вас такие вот миры? Мне кажется, что не создавал. И вы хотите тоже поиграть с таким вот миром и удивить своих друзей, то я надеюсь, вы попали в то видео, потому что это шикарный мир. Как видите, у меня еще не сильно прогрузился, потому что, ну, я играю немножко с небольшим настройком, потому что я хочу играть с шейдерами для вас. И нужно чем-то жертвовать. Например, я сейчас жертвую дальностью прорисовки, но все равно стабильный фпс и шейдеры это то, что самое, то, что нужно именно для вас, друзья. И, ну, как видите, это все шикарно смотрится. И, я не знаю, это просто можно создавать какие-то мувики в Майнкрафте, какие-то спидраны или такие какие-то beautiful view на YouTube сейчас очень тоже популярные. И, блин, ну это шикарно смотрится. Мне кажется, это реально шикарно смотрится. Я даже, блин, ну и вот я даже, естественно, не жалею, что я начал снимать это видео, потому что это реально крутое, шикарное видео. И, ну-ка, давайте-ка мы с вами, друзья, перейдем, как это все делается, потому что это легко и просто. Для начала нам нужно просто зайти в Майнкрафт версии 1.9, в принципе. Находим в одиночную игру, видите, у меня здесь туево-фуча, туево-фуча, как видите, и множество миров. И даже вот, смотрите, Summer Inn и Веселый Городок, это те, которые снимались когда-нибудь, когда-нибудь, когда-то вообще. И давайте нажимаем на кнопочку Создать Новый Мир. В принципе, можно назвать как его угодно, например, назову Джер или Гер, или как кому удобно. Нажму, возьму Творческие, Настройки Мира, Использую, что включу в Кул и Тит Мира по умолчанию. Друзья, вы, наверное, даже не задумывались, но есть такая штука, как Настраиваемый Мир. И нажимаем кнопочку Настроить. Как видите, у нас здесь есть настройки параметров мира, рандомизации и также шаблоны. Шаблоны можно. Можно создать полностью себе водный мир, который состоит из воды и подземных островков, подводных островков. Точнее, Удачи, Пещеры Хаоса, Засуха, Горные Безумии, Мегаспелеолога. Я не знаю, ну, блин, острова какие-то, водный мир. Это, в принципе, все шикарно смотрится. Но вы можете сами настроить. Можно рандомизировать это все, как кому угодно, как кто хочет. И можете сколько угодно. Например, уровень моря, это можно создать сколько угодно. У вас, например, можно уровень моря поставить, это все будет в воде. Или же, наоборот, что моря вообще здесь не будет. То есть, будет один. Крепости, ну, я понимаю, вы прекрасно понимаете, крепости это те, где можно идти к Драгону, Эндер Дракона. Заброшенные шахты, все прекрасно понимают. Океанские памятники, это все, например, это данжи в воде. То есть, как бы, где там эти вот стражи со своими глазами. Циклопные стражи, вот так сказать, подземелья, понятное дело. Водные озера, в принципе, можно поставить, нет, озеро с лавой. Хм, ну, давайте пусть будет, да. Океаны лавы, да, пусть будет шикарный, офигенский океаны лавы. Возьмем мир без воды. Размер биома, ну, давайте поставим один, потому что у них что, огромный такой вот прям. Размер рек можно вообще поставить, минимум, чтобы их не было. Также можно биом океанический. Plains, Desert, Extreme Hills, Тайга, Swamp Plant, даже не знаю, такие. Ice Mountains, Ice Place, Mushroom Islands, Desert Hills, Tiger Hills, Jungle Hills. Что такое, Jungle, Jungle Edge, или что там было только что? Jungle Edge, о господи, Cold Beach, Bridge Beach. Рекомендую вам канал Дэнни, это прикольный канал с разным монтажиком, разными крутыми видео. Если вам нечем заняться, то можете подписаться и посмотреть ролики. О мой бог, что это за мира, биом, сколько можно биомов? Mega Tiger Hills, Extreme Hills Plus, Savannah, о мой бог, Mesa, Mesa Platinum F. Ну, мне что-то понравилось, вот сейчас вот Jungle Edge, давайте посмотрим. Редко, редкость в озерных лавы построим 0, ой, 26 точнее, редкость в озерных. Поставим тоже 3, крестоподземелье много. Овраги, овраги, это такие вот огромные, в принципе, все показаны прямо, что такое овраги. Можно поставить, чтобы их нет, крамы были, да, деревни, да, и пещеров не будет у нас, в общем. Дальше у нас еще кнопочка, да, вперед. И здесь мы можем построить все то, что нам хочется. Например, мы хотим, чтобы у нас лазурит, лазуритовой руды было много. То есть можем поставить ее на высоте где-то 130 блоков. Тут поставят, нет, средний, 14. И размер жилы, нам, в принципе, нужно только вот эти, и то, чтобы размер жилы, это чтобы на одном чанке было их дофигища. Например, алмазные руды тоже можно поставить минимально, вот с тобой 188. Тут же Гридстон, это тоже размер жилы, 108, минимально, вот где-то вот, наверное, опоздать 91, чтобы золотая руда, жилы 24 будет. И просто шикарно, можно построить что угодно, уголь тоже, эндезит и другие такие вот редкие блоки, которые выпадаются. Настройки параметров мира, расширенные настройки для опыта, друзья. Я, честно, я сам не могу до конца понять, что они хотят нам доказать этим, потому что растягивание по оси Х, З, высотобиомов и тому подобное, средняя высота, это все, но, в принципе, я не знаю, что такого я вообще даже не знаю, ни шарик, даже его не трогал, в принципе, но вы можете поиграться и написать в комментариях, кто знает, как это все, в принципе, делать. нажимаем кнопочку вперед и растягивает тоже для это вообще для экспертов вообще в душе не чаю что такое но в принципе первые две странички можно с ними поиграться потому что это реально крутые для таких как мы и может быть готово и создаем наш новый мир посмотрим что мы друзья с вами создали какую чудо мы создали сейчас я мне уже вот прям не терпится узнать что это такое потому что реально ну-ка мое детище ого-го это посмотрите это все это все джунгли и они офигенные озеро лавы вечно и еще ого это просто шикарные с таким вот миром можно можно мне не знаю можно можно что хочешь где потому что блин не знаю можно поиграться можно также посмотреть на разные другие острова которые существуют здесь вау просто просто шейдерами это просто вообще невероятно смотрится мне кажется интересно как как у нас появляется алмазик потому что я хотел чтобы они появлялись на более высокой выше выше не почему-то они не появляются но это странно в принципе ладно потом посмотрим в принципе это нужно поиграться с этим всем но это просто шикар давайте я зайду опять же таки а зайду гейм а почему гейм от эй почему-то эй ну ладно я вроде бы взял и генерации ну ладно все на порту вот вот теперь вот этим можно просто посмотрите как это красиво даже сделать что-то во всем потому что это реально круто вы можете создать то же самое я даже не знаю но она бы но она будет наверное великолепно вы даже можете делиться со своими своими такими вот мирами мне в личку века и сделать можно какие-то крутые видосики с этими крутыми мирами но только не обычные миры потому что обычный мир это обычный мир и это созданный автоматически но вот здесь вы сами власти лины пластилины я не знаю своего творения потому что это ваше детище это сказать ваш ребенок который вы вырастили с детства ладно давайте-ка мы сохранимся и выйдем в меню и посмотрим создать новый мир опять же таки настройки мира используйте что в склопку готова и настройки мира еще так по умолчанию расширены и настроить давайте посмотрим шаблоны мне интересно посмотреть мечта спил его лога короче посмотрим посмотрим что готово и создаем новый мир это такие крутые шаблоны которые создали сами авторы авторы нашего мэнкрафта то бишь в моджанге и посмотрим что они придумали потому что мой мир это реально крутая штука загрузка мира генерация ландшафта посмотрим 0 процентов было и что она здесь ого я уже предвкушение ну-ка закрой закройте все глаза закройте все глаза я закрыл и почему тут ничего не видно мне кажется ничего не прогрузилась а вот все прогрузилась наука все 44 fps 36 fps так ну-ка зайдем в game mode 3 и посмотрим что вау это просто нечто это серьезно просто нечто смотрите насколько это насколько это прекрасно смотрится друзья мечта спириолога на то есть я так понял что вау просто я просто я просто обалдеть этого все время таки кто-то реально круто друзья и блин это миры над мерами островы над островами это серьезно шикарно круто вы можете тоже самое построить себе потому что это реальная ней про это даже нет соло потому что ты серьезно только красиво и я буду там с вами друзья прощаться потому что я вас очень сильно люблю всех их и целуй к вити моя голова вот тут вот летает и когда в господи насколько это все красиво больше мне просто нету слов друзья пытайтесь сами что-то Создать крутое и показывайте мне Делитесь это совместиво со своими друзьями И также не забывайте поставить этому первый кулак Если он был для вас полезным А я вам всех очень сильно целую, люблю Продолжение следует...